Это мы будем защищать даже ценой своих жизней, России. И если угрожаете матушке России, мы отдадим своей жизни, и вас всех уничтожим. И их не получится. Мир без России, этот мир не стоит того, чтобы в нем жить. Владимир Путин, я его постоянно слушаю и вам советую. Он не болтает попусту, он не блефует. Французы решили пойти по пути, который нас всех погубит. Ты постоянно это повторяешь. Да, постоянно повторяю. Потому что мне как бы не все равно. Я вырос. Не думайте, что если седины у меня не видно. Я пожилой человек. Я уже немало пожил. Я ездил уничтожать партию ядерного оружия, угрожавшего неминуемым уничтожением. Ракеты средней малой дальности. Мы однажды от них уже избавлялись. Мы до смерти боялись ядерной войны. Каждый, кто меня слушает, должен бояться ядерной войны. Это не сказки, это не байки из прошлого. Это реальность нынешней минуты. И тамошние идиоты, послушайте эстонского президента. Русские блефуют. Нет, не блефуют. Франция. У нас 200 ядерных боезарядок. России не важно, сколько их у вас. Они вас просто уничтожат, и все. Америка. Значит, если воевать против Америки, мы все погибнем. Только мы погибнем за правое дело. Люди уже гибнут. Пора остановиться. Это французское вмешательство. Это не просто из чистого любопытства. Как много французов русские смогут убить? Всех. Добром это не кончится. Надо прекращать. Нужно, чтобы Америка показала пример. Но мы не можем. У нас нет нормального руководства. У нас сезон предвыборного безвремени. Когда все имеет надуманный смысл. Когда все ради политической возни. Как повлияет на выборы. Никаких выборов в ноябре вообще не будет, если мы позволим французам пролезть на Украину.